Вот все это нам дает уверенность в том, что мы можем разрабатывать хорошие продукты. И вот в Китае, это отдельная история, у нас есть продукт «Иземейд», у которого сейчас уже как-то 550 тысяч пользователей. В Америке есть свои нюансы по средней школе, оценки, как американские люди считают и так далее. Но в январе, в феврале этого года, когда в Украине будет анонсировано год английского языка в Украине, я обратился к нашим партнерам, к нашим директорам, с предложением, а почему вот мы хорошо, мы очень сильно заняты, но китайский, американский, европа у нас будет провалено. Давайте мы поедем в Европу, у нас сейчас нет времени, нет ресурсов и так далее. Я сказал, хорошо, давайте мы выберем Украину, поскольку мы здесь, и сделаем Украину нашим пилотным базовым проектом европейского уровня на уровне национальном. Тем более, что как раз в тому времени Китай по партнеру с нами рассчитался набором контента вместо оплаты, за то, чтобы мы его коммерциализировали. То есть у нас появился наши права авторские на набор книг, текстов, картинок и так далее, которые мы можем использовать. Пока продавать там было здесь, Европе, некуда. Ну, в общем, я их уговорил, у меня было и коммерческие интересы, и патриотические интересы, что просто загадают, что там и там и там пользуются, а мы здесь и что. И мы абсолютно четко понимали, что в Украине продать это на нынешнем этапе будет сложно. Но получить publicity, получить фидбэк от пользователей и улучшать систему на основании этих знаний, и удалось мне это сделать. И в июне месяца мы запустили наш проект, который мы назвали «Лангло-букс». Это в большом смысле «Лангло-букс» — это продукт, построенный нами же, «Лангло-метрикс» на нашей платформе, на «Лангло-метрикс-платформе». В чем смысл платформы? Потому что многие продукты могут быть построены на нашей платформе.